Акыркы маселы. Харсылык чок пы? Низам долборулары о гюн тартиюне кирп қалғанын, егер дурсат берсеніз, аз илі ерте илі бүтіп қалады маселы. Акыркы маселаге бисанда тейшті орғандарды чакырғағанға азыр. Арекетті үзді жасайбіз. Ошан тұтан акыркы маселі олып қарылады ұрматты депутаттар. Амда ұшыменен күн тартиюін бейкету алдық ұрматты депутаттар. Чоңыр ахмат. Ұрматты депутаттар, күн тартиюін алдында, сіздердің атымызтардан қырғыз республикасын парламентін, жоғыр кенгештін атынан, парламентін атынан, мұназыр дүниені дүрбілің салған коронавирус орылысу өте күчіп, ұшымен бағырдық дейін өте күйін тұдыру атат. Ұшондықтан бізден қоңғышы дос мәмелекетті өз Қытай әл республикасына, Қытай әл республикасының парламентіне, Қытай әл республикасының спекеріне, сіздердің атымызтардан, өзімінің атымынан ұшыл вирустын артынан міндеген кешілер көз жұмып қайтыш болып кетті. Терен қай ғуру менен көңғыл айтық бойыға ұрсат еттіңіздер. Мен өл әлімін бұл коронавирус менен Қытай әл республикасы, өте чоңғын күрешттерді дүргізу атат. Бұл күрешттер егілікті өтсін. Мен ұшыл бардық еліне ұшыл қайтыш болып кеткен елдің туғандарына терен өңғыл айтып қой олы мен өлімін. Бұлда өт өт бірақ біз Қытай әл республикасына дос қоңғышу мәмлекет қатары дайыма жардан беругі. Алар менен бірге олыға біз дайыма әрекеті үсті жасап келөз. Құшындықтан аларғыдағы бір жолу терен қай ғұруменен ұшыл күнді жақшы өт көру алып, ғұрш жиынтығы жақшы шығаттығы нетті ескеріп кеті үгіз ұрсат еттіңістер ұрмату депутаттар. Емі регламент үстінің беренесіне ұлайық арғанда жарыш сөзгі жазылыңыстар ұрмату депутаттар табулан бергілі. Алмаз Ахуджаныч, я хотел бы обратиться к вам по нескольким вопросам. Первое. В этом году Российская Федерация проводит очень замечательную акцию, обеспечив всех ветеранов Великой Отечественной войны бесплатным авиаперелетом в город Москва для участия в Параде Победы 9 мая. И уже сейчас оставляются списки. К сожалению, сопровождающим там не бесплатно. И было бы хорошо, если бы наше правительство выделило бы из резервного фонда, списки-то все равно будут известны, определенную сумму, чтобы и сопровождающие ветеранов тоже смогли бы бесплатно вместе с ними посетить город Москва. Не у всех есть возможность, не у всех есть деньги самому обеспечивать свой авиаперелет. Большая просьба, запишите это и потом дайте мне ответ. Второе. Ежегодно в бюджете Министерства социального развития предусматривается около 29 миллионов сомов на закупку около 2000 инвалидных колясок для лиц с инвалидностью. К сожалению, там объявляется тендер, коляски покупаются некачественные. И может лучше поступить, как делают другие страны, выделять деньги непосредственно самим лицам с инвалидностью. Если он захочет подороже купить коляску, пускай он доплатит свои деньги. Если он захочет по другой цене покупать, у него будет такое право. Поэтому у меня большая просьба этот вопрос рассмотреть. Письмо я писал, но, к сожалению, сказали просто рассмотрим и на этом затихло все. Третье. У меня большая просьба. Давайте сделаем ревизию арестованного имущества по постановлению следственных органов. Ко мне обращаются граждане, у которых 10 лет назад, 12 лет назад по постановлению следователя были арестованы земля, у кого-то квартира, уголовное дело возбуждено и все, оно зависло. Ни в суд не передается непонятно где. В прокуратуре я писал, может быть правительство рассмотрит этот вопрос и давайте мы законопроект вынесем. Если следователь вовремя не рассмотрел уголовное дело, пускай он несет ответственность. Ну нельзя же 10 лет держать людей и не давать им права пользоваться своей собственностью. Четвертое. Прошу обратить внимание на кадровую чехарду, которая творится в Министерстве иностранных дел. Дипломаты обращаются, говорят, ну такого никогда не было. Я просто примеры приведу. Архивариус. Как будто требования на вакантную должность пишутся для кого-то. Там требуется турецкий язык. Зачем? Статс-секретарь. Привели совершенно не из дипломатов. Спасибо. Депутат Бакиров Мирлайн сақпай көрісті. Депутат Бакиров Мирлайн сақпай көрісті. Он жақ, жана сол жақ деп. Депутат Бакиров Мирлайн сақпай көрісті. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Мельдеш был в Кыргызстане, в Бишкеке. Но это было очень важным. В этом году спортагенты были очень хорошие. Но в этом году еще есть возможность. В этом году 5 лицензии были. А спортагенты 21 лицензии. Соз Джураев Сайдаримджан Маруфович. Рахмат Аида Камчевековна, румату депутата, румату Алмазбер Ахунджанович. Ко мне обратилась администрация профессионально-технического лицея номер 115 села Учкугон Кадамджайского района Баткенской области. Дети учатся в аварийном здании. Учебный корпус находится в аварийном состоянии. И уже который год они обращаются в Минфин, Госстрой, Минобразование, чтобы им построили здание. И каждый раз получают письма, что построим вам новое здание на следующий год. И вот этот следующий год никак не наступит для них. Какое-то время остановилось для них. Это здание находится в аварийном состоянии. Вот заключение МЧС от 23.04.14 года. Департамент мониторинга по надзору МЧС пишет так, что здание находится в аварийном состоянии. Что надо построить новое здание. Это здание 1967 года постройки. Фундамент сыпется, появились большие трещины. А дети до сих пор учатся. И каждый раз, когда они обращаются, они занимаются отписками. Все, мы вам построим на следующий год. А на следующий год точно так же пишут, что на следующий год. И вот новое заключение экотехинспекции от 4.02.2020 года. Здесь точно так же пишется, что здание, корпус номер один профессионального лицея номер 115 находится в аварийном состоянии. Рекомендуется строительство нового здания, учебного корпуса. Поэтому, уматал Мазбер Рахунджианович, я прошу вас дать указание. Давайте не будем дождаться, что пока кого-нибудь там задают это здание. Или кто-то останется под этим зданием. И ускорить строительство учебного корпуса профессионального лицея номер 15 в Кадамжайском районе. Жену Тейшту, министерство, дайте задание, пожалуйста. Рахмат. Сөз Раймхулов Бақтывек Гемел Бековичте. 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 Сөз Раймхулов 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 Бековичте. тосколок лот байлы айлбанты детекчисне чалсяк албыр тишины уйдачок дикан дарга кода урса кайта каршылык мене а л төлөсіндіп муаағыны че төліп келген а бугунан дахууuros ёк төліп келген а бүгін аңындах ол байыдат ағынахуылын кайрулу менең гелоудатушуга жардан берейміздіп мен айлбантыан жидесе салсақтайы шдік бір жардан жоп ошоал жиде тешелі тіге байлбантың өвкілі диган дарга киянат тулыжіп келген үшて ездіп Соз Нышанас Айдулла Канболотович. 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 Рахмат. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...